Здравствуйте, дорогие зрители! Наша сегодняшняя беседа будет посвящена астрологии, загадочному миру астрологии. И сегодня у нас в гостях человек, который открыл первую школу джотиш-астрологии еще в далеком 97-м году, которая имеет филиалы в том числе и в Киеве. Сегодня у нас в гостях Индубала Ирина Поздеева. Здравствуйте, Индубала! Здравствуйте! Вы знаете, современное общество разделено на скептиков астрологии и тех, кто уже нашел какую-то пользу для себя. И что я заметил, во многом это зависит от того, с кем впервые человек соприкоснулся. Кто был его первым астрологом, кто ему первый сделал карту, кто ему рассказал, возникло доверие или нет. И так как пространство наполнено не совсем квалифицированными людьми, часто некоторых это только отталкивает, первое знакомство. Как состоялось первое ваше знакомство с астрологией и из-за чего у вас возникло доверие к этому? Ну, наверное, можно сказать, что я так или иначе косвенно астрологией интересовалась всегда. Да, но в те времена даже слова такого не было известно, когда я только начала интересоваться звёздами, поэтому я интересовалась астрономией. Я очень увлекалась астрономией, я любила звёзды, любила смотреть на них. Мне казалось, они что-то говорят нам. Ну, а потом стали появляться какие-то знания об астрологии, да, стал, скажем, это слово стало входить как-то в нашу жизнь, и, естественно, появился большой интерес именно к этой науке о звёздах. Вот, и, да, я начала свой путь изучения астрологии, западной астрологии, или даже, вернее, с той астрологией, о которой говорил Пал Палыч Глоба в нашей стране. Это первый человек, который стал так открыто говорить об астрологии, и так интересно, и так загадочно. Да, поэтому я начала изучать сначала вот такую, скажем, астрологию подвижного зодиака, или западную астрологию. Ну, это была всё теория. А насколько вам помогли знания астрономии в астрологии, и как всё-таки произошло доверие, то, что всё эти знания работают, и они практически применимы были для вас и для любого человека? Ну, астрономия, безусловно, с точки зрения традиции, ведической традиции, с точки зрения джиотиш, астрономия — это лишь часть астрологии. И в древние времена астрономия использовалась только для того, чтобы правильно рассчитать гороскоп или понять, когда начинать то или иное событие. Когда возникло доверие, я, наверное, не могу сказать, что у меня было недоверие первоначально. У некоторых людей первоначально есть какое-то недоверие. Наверное, этого не было у меня, поэтому мне трудно судить об этом. И мне очень везло в моей жизни, у меня были прекрасные учителя и есть прекрасные учителя. И для меня никогда не было, скажем, вопроса о том, что астрология — лженаука. Никогда. Я всегда понимала, что астрология — это глубокая философская наука. И, конечно, естественно, я понимала, что очень много обманщиков и шарлатанов вокруг. И это нормально в нашем современном мире всегда, когда есть, скажем, нечто подлинное, всегда вокруг есть и подделки. Так же, как существуют бриллианты, а существуют искусственные бриллианты. Вот. Поэтому меня не смущало наличие, большое наличие, скажем, каких-то людей, которые профанируют астрологию сейчас. Это тоже есть. Не могу сказать, что я, скажем, принимаю это, да, с каким-то удовлетворением. Конечно, нет. Конечно, мне очень больно сейчас видеть, когда, скажем, чистое знание джиотиш профанируется или мистифицируется. Или превращается в науку манипуляции. И это, конечно, я понимаю, что это, ну, естественно, возникает. Но я не принимаю этого, этого не должно быть, потому что джиотиш — это высшее знание. И знание, которому можно служить. И это знание действительно является, скажем так, освещает путь, путь к Богу. Джиотиш в переводе с санскрита означает «свет». Замечательно. Я даже не знал такого значения. Вы знаете, вот у меня мне и так не повезло. У меня был определённый скептицизм, и я решил его побороть и пришёл к одному из астрологов. Меня сразу смутило, что после того, как он составил мою карту, он нажал какую-то кнопочку, принтер выплюнул там пять листочков, и он сказал, это про тебя. И я прочитал это, я не увидел вообще никаких скотств, ну, там какие-то, может быть, мелкие детали. Я вышел сразу, выкинул это в мусорный ящик, и десять лет для меня астрология была закрыта, пока наш общий хороший друг в отход с вами не посоветовал мне одного специалиста. Я тоже скептически к этому отнёсся, но записал на диктофон то, что он мне говорил. И когда прошло время, я как-то забыл даже то, что он сказал, я когда менял телефон, включил эту запись и услышал, как этот человек мне рассказал мой год, который вот уже прошёл. И вот тогда у меня возникло определённое доверие. И что такое астролог? Это математик, который высчитывает из вот этой картинки расположение планет судьбу и вообще предназначение, какие моменты могут быть у жизни человека? Или это как проводник, который подключается и говорит для каждого человека что-то определённое, что важно для него? Безусловно, очень важна Личность, потому что, как мы знаем, истина в глазах смотрящего, да? Поэтому Личность астролога очень важна, и к астрологам в Индии приявляют высокие требования. Это браманы все. Это браманическая профессия, безусловно, и существует, безусловно, и профессиональная этика. И компьютер никогда не заменит астролога, потому что астролог, настоящий астролог — это прежде всего гуру, гуру-наставник. И, конечно, я не могу сказать, скажем, что я занимаю такое положение и так далее, но, однако, у меня есть знания, которые я получила от своих гуру. И это знания я пытаюсь нести людям как свет знания. Аджиотиши так и переводится — свет знания. И, конечно, в современном мире, где так распространены компьютеры, да, и, скажем, компьютер может просчитать автоматически или механически что-то и выдать пять листочков или даже десять листочков, но они не будут про тебя. Они мёртвые. Они мёртвые, абсолютно верно. Но и также считать, что ты можешь найти, скажем, какую-то розетку, куда подключиться, и через тебя пойдёт какой-то поток знания — это тоже было бы, наверное, не совсем так, не совсем правильно. Потому что знания или истины исходят из источника истины, и его ничем нельзя обусловить. Источник истины или Господь — только он открывает знания. И часто западные люди думают, что астролог — это все знающий, тот, кто может изменить судьбу, некий такой, знаете, маг-волшебник. И отношение к астрологу тоже такое же. И сами астрологи считают себя магами, волшебниками. Но это не так с точки зрения, скажем, джотиш, потому что с точки зрения джотиш, астролог — это лишь слуга, слуги, слуга, слуги, слуги и так далее. Слуги чего или кого? Слуги истины. И эта истина может открыть виденье или открыть знание, а может не открыть. Ее ничем нельзя обусловить. Мы можем лишь пытаться снискать милость Всевышнего или милость истины. И тогда она может проявиться в твоем сердце. И это будет тем знанием, которое является джотиш. Вы знаете, я заметил в Айрведе, есть достаточно простые люди, которые берут первую книжку или прослышали несколько лекций, и они, вау, какие глубокие знания. И в то же время ты можешь дать там доктору наук, у меня был такой случай, он прочитал, говорит, это какая-то абра-кадабра. Может, должно быть какое-то благословение, какая-то вот санкция сверху для того, допуск к этим непростым знаниям. Как вы думаете? На всё в этом мире нужен допуск. Не только на знание, а на знание тем более нужен допуск. Всё, что происходит в этом мире, происходит с высочайшего соизволения, соизволения Господа. Поэтому, конечно, кто-то может за знанием видеть лишь информацию, которая может быть полезна или не полезна. Наш ум, материальный ум устроен так, что он всё отмечает в этих категориях. Выгодно, невыгодно, нравится, не нравится. Кто-то прочитает и скажет, в моей практике это неприменимо, поэтому это абра-кадабра. А кто-то прочитает и поймёт, что это как раз и описывает его конституцию, его жизнь, его, скажем, какие-то проблемы, которые возникают у него и так далее. Поэтому, безусловно, на всё нужен допуск. И этот допуск тоже… Как можно получить этот допуск? Вот это самый важный, на мой взгляд, вопрос. Как получить этот допуск? Нельзя сказать, что, скажем, одни люди лишены этого, а есть избранные, для которых это открыто. Нет, во-первых, кто выбирает, не мы выбираем, а выбирает Господь, и Его милость в Писаниях описана как беспричинная. Милость Гуру беспричинна. И чтобы снискать эту милость, нужно быть просто открытым к миру. Иисус сказал когда-то, будьте как дети. Что означает эта фраза? Это не означает, что будьте инфантильны, играйте в игрушки. Ни в коем случае. «Будьте как дети» означает, будьте искренни, как дети. Будьте открыты этому миру, как дети. И если мы открыты этому миру, то Господь обязательно даст допуск, обязательно откроет глаза. Весь свой необозримый мир. Что такое наша астрологическая карта? Это как приговор, какая-то фатальная неизбежность, список рекомендаций или прогноз погоды во время нашего жизненного путешествия. Наверное, я бы сказала, Олег, что это и то, и другое, и третье. Потому что когда мы, например, достигаем определенного возраста или просто родившись, нам сначала выдают перед паспортом, нам сначала дают свидетельство о рождении, да? Что такое свидетельство о рождении? Это просто свидетельство того, что ты есть. Гороскоп, по сути дела, то же самое. Это свидетельство космоса о том, что ты явился в этот мир такого-то числа, в таком-то месте, да, в такое-то время. Что такое положение планет в момент твоего рождения, с точки зрения джиотиш, это твоя судьба. Или, говоря языком философии вед, твоя карма. Мы приходим не чистый лист, мы приходим с определенным багажом своих наработок, талантов и так далее. Даже самый заядлый или закоренелый материалист никогда не будет отрицать, что одни рождаются талантливыми, другие у других таланты в другой сфере, одни музыканты, другие, скажем, талантливые, искусственные, в другой сфере деятельности. Откуда это? Почему разное? Почему, скажем, не наследуются династии в профессии? Почему? Существует ли профессиональный ген? Нет. В семье, скажем, простых людей может родиться ломоносов, да? Да. И в семье ученых может родиться, да, человека, которому скажут, что природа отдыхает, да, на детях, да? Откуда это? Откуда эта разница? На самом деле веды отвечают на этот вопрос, говоря об перевоплощении Души, говоря о том, что мы живём не одну жизнь. И этот мир, в котором мы живём, очень гармоничен, очень созвучен. Веды говорят о микрокосме и макрокосме, говорят о взаимосвязи. Поэтому мы рождаемся не случайно, а в тот день, в тот час, в том месте, у тех родителей, с кем мы связаны кармой. Поэтому планеты и звёзды в момент нашего рождения — это тот загадочный язык, да, которым говорит небо, которым говорят звёзды, о нашей судьбе. С точки зрения астрологии, каждая планета связана с той или иной сферой кармы, поэтому её расположение в момент рождения говорит о том, как сложится, скажем, моя профессиональная судьба или моя личная жизнь и так далее. Какие у меня будут дети и так далее. И это есть наш гороскоп. Потом, когда мы взрослеем, он становится нашим кармическим паспортом или космическим паспортом, как угодно это можно красиво назвать. Но факт остаётся фактом, что в нашей жизни есть некая предопределённость, безусловно. И это карма уже совершённых поступков. Когда-то мы совершили действия, а закон кармы гласит, что на каждое действие есть последствия. Когда-то мы совершили поступки, результаты которых должны прийти в этой жизни или предназначены на эту жизнь. И их мы не можем изменить. Однако мы действуем в настоящем каждый миг, мы делаем свой выбор, и мы формируем карму будущего. Поэтому здесь, в настоящем, почему все учителя говорят, что самое важное — это настоящее, да? А здесь и сейчас. Почему? Потому что здесь и сейчас у нас есть выбор, как поступить. И от этого зависят наши поступки, которые дают нам карму будущего. Поэтому как есть предопределённость, так есть и некая свобода выбора в настоящем. Поэтому карма будущего закладывается сейчас. Поэтому да, с одной стороны, это предопределённость, это фатум, но с другой стороны, это свобода выбора и свобода воли. И выражение, что человек сам куёт свою судьбу, верно, в какой-то степени верно. То есть, простите, не в какой-то, а в полной степени верно. Только, скажем, здесь и сейчас он создаёт судьбу свою на будущее. А то, что приходит к нему как результат прошлых поступков, люди не всегда осознают, что это их судьба, это их карма, потому что они не помнят прошлой жизни. И наш ум часто заставляет нас роптать. Почему я страдаю? Ведь я такой хороший сейчас, да? Я никому не делал зла. Почему ко мне приходят такие результаты? Но это от того, что мы не помним своих прошлых прегрешений. Но согласно закону кармы к нам возвращаются только результаты наших поступков. И этот мир, который нам часто кажется несправедливым, по большому счёту, мир справедливости. Хороший астролог — это просто диагност нашей старой кармы? Или это также гармонизатор и терапевт наших будущих событий? Я бы, наверное, не сказала ни то, ни другое. Астролог — это и не диагност, и не гармонизатор. Это лишь по большому счёту, если говорить об астрологах Джозиш. Это слуга Всевышнего, который становится гуру для своих клиентов. Почему? Потому что человек, приходя к астрологу, он хочет понять, почему с ним происходят те или иные события. Он хочет разобраться, как ему жить, что делать, что хорошо, что плохо, что благоприятно, что нет. И астролог, вооружённый знанием Вет, может дать ему правильный совет с точки зрения дхармы, высшего закона. Как изменить свою судьбу? Как обойти вот эти препятствия и проблемы? Это возможно? Да, возможно ли подстелить соломку или изменить события? Это вечный вопрос, который задают астрологам. Западные астрологи говорят, да, конечно. Джозиш покоится на законе кормы, которое говорит о том, что что посеял, то обязательно должен пожать. Поэтому есть то, что невозможно изменить. И обмануть судьбу невозможно. Если суждено страдать, то эти страдания придут, невозможно их избежать. Но облегчить как-то? Облегчить можно лишь в восприятии. Ведь смотри, Олег, одно и то же событие два человека воспринимают по-разному. Правда? Кто-то может убиваться, а кто-то, ну, как о вас убивает? Ну, кто-то скажет, да, наверное, всё не просто так в этой жизни, наверное, это урок для меня. А кто-то будет роптать, злиться на этот мир, на окружающих, искать виновных и так далее. На одно и то же событие два, две разные реакции. И поэтому все страдания в нашем уме, и вообще, как говорил Гегель, весь мир в уме. Поэтому страдать и печалиться, или радоваться — это, в принципе, мы тоже решаем сами и выбираем сами. Хочется сказать, что астрология учит как раз именно правильному взгляду на мир. на мой взгляд, и это не просто мой субъективный взгляд, это понимание, что ли, предназначение астрологии, которое мне дали мои учителя, в том, что астрология или джиотиш позволяет тебе принять свою судьбу. Как только происходит принятие, в твоей Душе воцаряется мир. Ты понимаешь, что никто не виноват в том, что происходит с тобой сейчас. И ты понимаешь, что в том, что происходит сейчас, это есть результат твоих поступков. И именно это понимание даёт тебе ответственность за свои поступки. По сути дела, принятие — это шаг к некому взрослению, к избавлению от инфантилизма, к взятию ответственности за свои поступки, за свои поиски, за свои, скажем так, ориентиры в этом мире. Мы сейчас утратили высшие ориентиры и ориентируемся на то, что выгодно, нравится, не нравится и так далее. Но мы забываем, что эти ориентиры ведут нас в мир эксплуатации, в мир, где нет счастья, потому что кругом так много других нравится, не нравится, выгодно, невыгодно. Но если мы принимаем свою судьбу, принимаем ответственность за свои поступки и знаем, что каждый наш поступок имеет последствия, у нас возникает вопрос, а как жить правильно? как жить правильно? И это уже поиск дхармы или высшего закона и того, что ты должен. Исследуя этому закону, как когда-то сказал ваш великий соотечественник и земляк, булгаков, правду говорить легко и приятно, точно так же совершать поступки, правильные поступки легко и приятно. Правда — это истина, тхарма — это тоже истина, следовать истине легко и приятно. Это означает, что ты идёшь по своей природе, одно из значений тхармы — природа. Идти вопреки природе тяжело, и ты так или иначе всё равно будешь страдать. Наша природа, природа или наша тхарма, наша природа — это служение, это мир, где центр Бог. И когда мы становимся частью теистического мира, где в центре Бог, мы попадаем в гармоничный мир, в котором воцарит гармония, нет страданий. А когда мы пытаемся себя поставить в центр мира и хотим, чтобы всё вращалось вокруг нас, это эгоистический мир. И мы попадаем в мир, где каждый центр вот такого эгоистического мира, и каждый хочет, чтобы мир крутился вокруг него. И это, безусловно, обречено на страдания. Вы знаете, вот смириться с своей судьбой, насколько это важно, я осознал в Индии, когда я приезжал первые разы, и я не мог понять, почему вот эти люди, которые имеют в десятки раз меньше любого европейского человека, они счастливы, потому что они смирились с своей судьбой. И многие из них, большинство, были у астрологов, и не поняли, почему так и чем это вызвано. Но не будет ли это поводом для некоторых сказать, что вот у меня такая предопределенность, я должен вот жить вот в таких именно обстоятельствах? Ведь мы знаем случаи, когда люди с самого низа выбивались на самый верх, и это тоже звёзды? Или насколько важны были тут усилия их? Конечно, это тоже звёзды, но, знаете, в русском языке есть такая поговорка, «На Бога надейся, но сам не плашай». Да, без действий, одни звёзды ничего не сделают. Совершенно верно. Мы, если мы будем, скажем, считать, что всё само собой, всё предопределено, это ещё более глубокая иллюзия, и ещё больший самообман. И потому, когда джётиш упрекают в фатализме, я всегда не согласна с этой позицией. Это не фатализм. Наоборот, это активное принятие. Принятие есть двух видов. Когда ты опускаешь руки, ничего не делаешь, это, скажем, даже не бездействие, а своего рода инфантильность. А есть принятие, когда принятие сопряжено с ответственностью. И когда ты понимаешь, что ты должен что-то сделать, чтобы всё произошло, и ты действуешь. И ни в коем случае нельзя предполагать, что знание своей судьбы снимает с нас активность достижения этого. Ведь для того, чтобы, скажем, стать президентом, или достичь какого-то высокого положения, нужно же пройти этот путь. Сколько усилий. Сколько усилий нужно приложить. И даже если в звёздах написано о твоей какой-то судьбе, то пусть она будет не такая высокая или не такая, скажем, яркая, но всё равно это же путь, который ты должен пройти. Поэтому вот она и есть ответственность за свою судьбу. Ты должен что-то делать, ты должен действовать. наивно полагать, что всё нам принесут на блюдечки. Поэтому наоборот, это принятие и смирение — это в нашем сознании, в сознании западного человека нечто такое аморфное. истинное смирение и истинное принятие — это очень активная жизненная позиция. Это очень активная жизненная позиция. Учитывая свои условия. Да, но при этом мы не стоим над, мы стоим в своей судьбе. Понимаете? Судьба всё равно, знаешь ты о ней или не знаешь, всё равно она есть. И всё равно она исполнится, и твой путь всё равно приведёт туда тебя, к чему-то должен прийти. Поэтому возникает вопрос, а надо ли мне знать свой гороскоп, если всё равно всё должно произойти в этом мире. Надо ли знать прогноз погоды, если наступит весна в любом случае. В любом случае. В любом случае придёт весна. Ну что ты оденешь, сапожки или туфельки. Совершенно верно. Поэтому да, можно сказать, что знание астрологии, знание своего гороскопа позволяет тебе понять, вот что сейчас, оценить возможности свои, оценить какие-то перспективы и принять правильное решение. В каких жизненных вопросах наиболее важна грамотная консультация астролога? С какими вопросами наиболее часто к вам обращаются люди? Не хотелось бы говорить каким-то принудительным фактором, что без астрологии нельзя сделать и шагу. Нет, это выбор каждого. Но я могу сказать, как, скажем, в традиции, в той традиции, которую я представляю, в физическую астрологию, когда люди обращаются к астрологу. Когда рождается человек, то на восьмой день после его рождения происходит церемония наречения именем. Человеку дают имя на восьмой день. В этот день приходит астролог, составляет гороскоп и рассказывает родителям о том, кто к ним пришёл, какая Личность, какие качества у этой Личности, для чего он это делает, для того, чтобы родители могли помочь этой Душе. Потому что с точки зрения традиции родители — это врата в мир для ребёнка. Затем любое важное событие, например, бракосочетание, тоже выбирается специальный благоприятный день для этого. Тоже, скажем, астролог может помочь. И в Индии до сих пор браки совершаются по советам астрологов. И в Индии — это страна, которая нам известна как очень традиционная. Разводов меньше всего в мире. Совершенно верно. Где разводов меньше всего в мире. Почему? Возможно, потому что часто родители обращаются к астрологу, и астролог ищет пару. И найдя эту пару, молодые знакомятся, если они нравятся друг другу, они заключают союз. И этот союз уже предполагает какую-то их, скажем, совместимость в бытовом плане, в мировоззрении, в отношении к миру, даже в эмоциональном плане. Поэтому у супругов меньше каких-то, скажем, возникает проблем, связанных с постоянным общением в браке. Поэтому знание астрологии в Индии всегда востребовано на любое событие. И мы, например, в нашей школе, в Киевской школе, которая вот уже 7 лет у меня существует, и я очень горжусь этой школой, проводит эта школа свои занятия раз в неделю в центре «Новый век». И сейчас тоже набор идёт в эту школу. Два года мы изучаем джиотиш. И вот уже 4 года подряд или даже 5 лет подряд мы издаём астрологические календари. Вы просто сняли мой следующий вопрос. Как применять на практике знание астрологии человека, который далёко от глубин ведической культуры? Да, совершенно верно. И астрология — это наука, которую за 2 часа не освоишь. Это точно. Но каждый хочет уже какой-то совет. Вот для этого этот замечательный календарь. Да, этот календарь называется лунным календарём. Да. И в нём описаны влияния Луны. Мы живём в подлунном мире, да, как сказал поэт. Луна влияет на нас больше всего. Луна более всего влияет на нас. Мы это можем видеть по приливам, отливам. Да. Врачи говорят, что такие же приливы, отливы и в нашем энергетическом теле происходят во время новолуния, полнолуния и так далее. Поэтому влияние Луны максимально для нас. И лунный календарь — это, скажем, помощник нам на каждый день, потому что в лунном календаре описаны влияния планеты или Луны в этот день. Время неоднородно. Время постоянно меняется, время многообразно. И мы говорим, что есть хорошее время, есть плохое время. Точно так же есть и хорошее время для начинаний или неудачное время для начинаний. И всё это — свойство времени, которое учитывает как раз лунный календарь. И здесь, в этом календаре, вот такая сетка, в которой есть разные обозначения, приложения, которые описывают влияние лунного дня. Вот здесь очень много приложений, описаний, которые состоят из положения Луны в знаке зодиака. День недели тоже очень много влияет. Например, английские названия «Сандэй» — «день солнца», «мандэй» — «день луны», «мундэй». И всё это — определенные влияния. Также учитывается влияние Луны по так называемым звёздным стоянкам или Накшатрам. И здесь приводится описание в конце, для чего может быть благоприятно то или иное созвездие или тот или иной лунный день. Поэтому это вот такой календарь, который можно назвать сам себе астрологом. Для планирования он, скажем, очень удобен, очень прост в обращении, много приложений. И при, в общем-то, желании можно легко разобраться в нём и применять его. Потому что да, действительно, есть дни, когда… Например, есть дни, которые называются «рикту титхи». Если перевести, это «дни, пустые руки». Само название говорит за себя. Чтобы ты не делал, да. У тебя могут быть пустые результаты. Поэтому вот эти дни также мы выделяем, учитываем. И когда ты начинаешь жить, скажем, вот по лунному календарю, ты понимаешь, насколько гармонично время. И как только ты попадаешь в унисон с этой гармонией, то и твоя жизнь гармонизируется. Поэтому лунный календарь, а все наши предки, предки других, скажем, стран, национальностей, всегда жили по луне, по лунному календарю. На Западе строили обсерватории, вот такие древние дольмены, где в каменной дырке можно было увидеть луну и понять, когда новолуние, когда полнолуние и так далее. Для чего все это? Для того, чтобы, скажем так, себя сгармонизировать со временем. Мы иногда говорим, я выпал из времени. И это выражение означает, что я как-то потерялся. Так вот этот календарь дает нам возможность сонастроиться с ритмами Вселенной или с ритмами нашего времени. Поэтому это очень полезная вещь. Возможно, кто-то захочет освоить джотиш более глубже. Сколько надо времени для того, чтобы человек мог сам составить себе карту, себе, своим близким, и как-то проанализировать и прочитать ее? Это очень серьезный вопрос. Потому что чем больше я занимаюсь астрологией, тем я больше понимаю, что я ничего не понимаю в этой науке. Это безбрежный океан знания. И я часто вспоминаю слова Ньютона, который сказал, чем больше я погружаюсь в безбрежный океан знаний, тем больше я ощущаю себя нищим странником, который пытается подобрать камешки на берегу безбрежного океана знаний. И с джотиш так же. Однако основы этой науки мы можем изучить достаточно, скажем, не могу сказать легко, но мы можем это изучить. И в нашей школе, в Киеве у нас очная школа, мы учимся два года, и мы получаем фундаментальные такие знания. Это не просто по верхам или основы. А в принципе сейчас такое огромное море информации в интернете, что я не могу сказать, что я рада этому. Потому что люди, пытаясь сами освоить астрологию, они попадают в такое болото разного информации, что это только рождает страхи у них. И это не то знание, которое освобождает, а наоборот. Поэтому самому изучать астрологию, даже можно сказать, опасно, потому что первое, что рождает наш ум, это, как говорил Данте, наш ум рождает чудовище. Вот так и есть. Как человек начинает читать и пытается строить сам свою карту, он думает, боже, какой кошмар, у меня нет надежды, всё плохо в моей жизни и так далее. Поэтому, конечно, лучше изучать астрологию под руководством уже не только, скажем, тех, кто знает астрологию, а под руководством именно духовных учителей. Почему? Потому что астрология — это не информация. Джотиш — это не информация. Если мы обладаем большой информацией по джотиш, это ещё не значит, что мы астрологи — джотиш. Потому что джотиш — это знание, которое передаётся из сердца в сердце. Мы говорили об источнике знания. Да. И реализация знания приходит или, скажем, истина рождается в сердце только с духовным очищением или продвижением, или по благословению учителя. Поэтому просто изучить астрологию самому, или изучить книги, или, скажем, изучить информацию — это не будет джотиш. Это будет всё, что угодно, мистификация, манипуляция, всё, что угодно. Но это не будет джотиш. И джотиш требует очень серьёзного духовного подхода. Поэтому на твой вопрос, сколько времени требуется изучить джотиш, мне трудно ответить, потому что, если честно, то это не одна жизнь. Но освоить основы можно, исследовать этим путём. Это очень увлекательно, это интересно. И это не только интересно для ума. Это путь, который действительно освещает твою жизнь. И когда ко мне приходят люди и спрашивают, могу ли я изучать астрологию, посмотрите мой гороскоп. Я говорю, единственным критерием для вашего изучения астрологии является ваше желание. Если вы очень хотите этого, вы можете. Если вы не очень хотите, то лучше не стоит. И это опять-таки искренность. И на мой взгляд, изучение астрологии, конечно, помогает нам лучше понять себя, понять окружающих, понять этот мир и в принципе взять ответственность за свою судьбу и, по сути дела, проснуться от этого сна, сна, в котором мы пребываем, сна бессознательного существования. И я не могу сказать, что это, скажем, как-то там приятно. Нет. Это осознанность. А осознанность означает уже более какое-то осмысленное существование. Поэтому да, в Индии говорят, джотиш нужна каждому. У меня недавно была беседа с моим высокообразованным другом. Дискуссия была посвящена астрологии. Я его убеждал в том, что убедился в действенности этой науки просто на практике, наблюдая, как то или иное событие делалось в тот или иной промежуток и к чему это приводило. Я видел, как это работает. Сейчас я уже на уровне том, что я просто еду по улице, я вижу уже несколько аварий, несколько... Я понимаю, что сегодня какой-то критический день. И потом, когда смотрю, действительно, вот подтверждаю свои какие-то догадки. Ну, вот он мне говорит, ну, а какой механизм влияния? Как эта планета, которая находится сотни тысяч или миллионы километров от нас, и она сама по себе мертва, вот, и... и вот она как-то влияет на меня, на меня, на мои поступки. Это какая-то гравитация, какие-то волны. Вот как этот механизм действует, что вот он вмешивается в нашу жизнь? Да, мы в западном мире мы говорим о влиянии звёзд. И я считаю, что это связано с инфантильным мировоззрением западного человека. Ему кажется, что это не я виноват, а звёзды. Да, да. Это Марс виноват в том, что я такой агрессивный и злой сегодня, да? Или Сатурн. Или Сатурн виноват. Вот что-то у меня всё плохо. В том, что я такой, да, сегодня в плохом настроении, да? Вот. Но в Джотиш, говорится, даже не о влиянии планет, нет такого. Планеты называются граха. Граха. И только девять планет являются грахами. Только те планеты, которые мы рассматриваем в гороскопе. В западной астрологии рассматриваются намного больше планет. И точек, и там астероидов, и так далее. В Джотиш всего девять планет. Почему? Потому что это не планеты, это грахи. Граха в переводе с санскрита означает захватчик. И говорится о том, что каждая планета, вот то, что мы видим в телескоп, мёртвое тело, это лишь её материальная форма. Но материя не существует без сознания. И у каждой планеты есть божественное сознание. И поэтому говорится о девах или богах планет. И граха — это означает, что между нами существует взаимосвязь. Захватчик — это не означает, что он влияет, а это означает то, что мы связаны. Поэтому правильнее говорить о взаимовлиянии. О взаимовлиянии. И, например, как аргумент человек, когда мы говорили об этом, о взаимовлиянии с одним человеком, он мне сказал, ну как же, наоборот, это на нас влияют, там, звёзды, солнце. Вот на солнце происходят космические, там, солнечные бури, и люди, вспышки, да, совершенно верно. И здесь у нас аварии. Как же мы влияем на солнце? Я задала ему очень простой вопрос. Я спросила его, да, это так, но вы заметили, что вспышки на солнце сейчас стали чаще происходить, чем много лет назад. И астрономы это отмечают. О чём это говорит? Это говорит о взаимовлиянии, о том, что наше сознание также влияет на макрокосм. Микрокосм и макрокосм связаны вместе. И поэтому мы можем точно так же сказать, что мы своими поступками влияем на звёзды и заставляем их так или иначе вращаться, так или иначе идти по небосводу. Поэтому здесь нет речи о том каком-то принудительном влиянии на нас. Мы не марионетки в руках, скажем, каких-то высших космических сил. Это очень невежественное представление, которое свойственно, скажем, нам, западным людям, что кто-то нами управляется. Но опять-таки, а я, будучи в Киеве, почему-то так или иначе всегда вспоминаю слова Булгакова. Как же он так собой управился? Да? Да. Как сказал Булгаков, да? Как же мы так сами с собой управляемся, да? Поэтому не мы, скажем, вершим судьбы этого мира. Всё существует в едином мире и всё взаимосвязано. И мы своим сознанием также влияем на окружающий мир. И точно так же окружающий мир связан с нами. Поэтому здесь правильнее говорить о взаимовлиянии. мы получаем, скажем, злой Марс или злой Сатурн, да, только потому, что мы совершали какие-то поступки в этой сфере. Мы такие. Мы такие. И если, скажем, мне свойственно какая-то там была там агрессия или в моей деятельности было свойственно какое-то вот, ну, проявление силы, то тогда сейчас в этом рождении у меня будет определённый Марс, да? И у меня сохранятся те же самскары, то есть те же впечатления и те же склонности из прошлого. И поэтому этот Марс, как он стоит, будет описывать мою природу. Поэтому здесь мы говорим о взаимосвязи. И ни в коем случае не то, что планеты влияют на нас или заставляют нас думать так или иначе. Мы связаны с этим миром, мы являемся его частью. Точно так же, вот как, например, часовой механизм, да? Он же очень сложный. И можно ли сказать, что какой-то главный, там какая-то главная шестерёнка влияет там на какой-то маленький винтик или винтик влияет на эту шестерёнку? Мы говорим об этом механизме в целом, часовом механизме. Только когда есть шестерёнка, этот механизм работает. И только когда есть винтик, работает эта шестерёнка. Поэтому наш мир целостный. И веды говорят о целостном восприятии мира. И джётиш — это тоже целостное восприятие мира. И это не знание о том, как влиять. Мы, западные люди, всегда ищем сферы влияний. И даже к астрологии мы подходим как к знанию о сфере влияния. И мы начинаем… Абсолютно верно. Мы начинаем эксплуатировать это знание. Но невозможно эксплуатировать этот мир безнаказанно. Всё возвращается нам последствиями. И мы, как неразумные дети, страдаем от своих же поступков, но виним в этом высшие силы, планеты. Так нашему уму удобней, чтобы не брать на себя ответственность. Но когда мы принимаем целостную картину мира, мы понимаем, что от этой шестеренки, от этого винтика зависит работа всего механизма. Ну, мы знаем, что есть судьба не только у человека, а есть судьба у определенных стран. И у нас на телевидении в одной из популярных программ по путешествию ведущий пришел к индийскому астрологу, это был 2012 год, и спросил, какая судьба у Украины. Тот посмотрел, посмотрел, говорит, у вас скоро будут большие проблемы. И все посмеялись, сказали, ваша сторона идет в ураху, и потом, конечно, люди, я выкладывал даже этот сюжет в Фейсбуке, то есть насколько точно было предсказано, как и что будет, какое влияние. Ну, и вот под это влияние попали мы все, то есть с хорошими астрологическими картами, плохими. и вот как бы человеку вот в этой ситуации, когда в пространстве оно насыщено какой-то агрессией, вот, ну вот, с какими-то несчастьями, где-то война, где-то убивают люди, вот нам продолжать терпеть или применять какие-то усилия? С твоего позволения, я разделю вопрос на две части. Да. И начну с того, что карма у каждого из нас состоит, скажем так, из подвидов кармы. Да. Превалирует, безусловно, индивидуальная карма, но кроме этого есть еще карма рода или семьи, да, поэтому мы рождаемся у этих родителей, да, поэтому к нам приходят эти дети, да, потому что есть общая, как бы скажем так, карма семьи или рода. Да. Но кроме этого есть еще одна карма, это карма страны. У человека, скажем, четыре типа кармы. Индивидуальная, карма семьи или карма рода, карма страны и карма земли. Вот это четыре вида кармы. Карма страны или карма национальностей, иногда страны разделяются по национальностям, да, хотя карма национальности, это, скажем так, подвид, да, вот этой вот общей кармы. И, безусловно, она существует, безусловно. И если мы рождаемся в определенной стране, значит, мы связаны с ней кармой, поэтому мы разделяем все, что происходит с нашей страной. Да. и, скажем, в том, что происходит со страной, опять-таки, кто виноват? Мы тоже виноваты. Мы тоже виноваты, потому что мы создаем часть этой кармы и мы получаем последствия этой кармы. И если даже не в этой жизни, вот мы скажем, а ребенок чем виноват? Он только что родился, да? Что он успел сделать плохого? Он только родился, да? Почему он должен страдать от войны или еще чего-то? Но если мы мыслим в категориях рождения и смерти, одной жизни, но, веды говорят, что душа вечна, мы же не знаем, что было в прошлой жизни. А в прошлой жизни он был связан с этой страной, поэтому в эту страну он и родился, в этой стране он и родился. Поэтому существуют вот еще такие категории кармы, точно так же, как кармы Земли, да? Мы сейчас все испытываем на себя влияние негативной кармы Земли. Меняется погода, меняются полюса, говорят ученые, да? Происходят какие-то климатические перемены, происходят какие-то перемены, скажем, связанные с наводнениями, землетрясениями. Это все к нам тоже имеет отношение. Поэтому, да, вот карма неоднородна у нас, но при этом превалирует индивидуальная карма. и вторая половина вопроса, и что с этим делать? И что с этим делать? Мы говорили об ответственности, и мы говорили о своей природе, о дхарме. Дхарма переводится как природа, как долг, как предназначение. Это многозначное слово. И в зависимости от своей природы, в зависимости от своего долга, мы должны поступать. Но все, о чем мы говорим в этом ключе, относится к упадхарме. А писания еще говорят о свадхарме или о высшей дхарме. Высшая дхарма у нас у всех одна. Если на уровне упадхармы мы можем различаться, например, мы, там, ты мужчина, я женщина, у нас разные стартовые возможности в этом мире. Поэтому разная природа и разная дхарма соответственно. Но на уровне свадхармы, высшей дхармы, у нас у всех одна свадхарма. Сватхарма это осознать себя душой, частью целостного мира, где в центре Бог. Независимо есть война, кризис или еще что-то. Абсолютно независимо. Это наше высшее предназначение. И что самое удивительное, люди иногда думают, что если человек уходит в религию, он уходит из социальной жизни или еще от чего-то и тоже смотрит на это как на проявление какой-то слабости или еще как-то. Но люди часто разделяют духовную жизнь и материальную жизнь. Но на самом деле задача в том, чтобы одухотворить свою материальную жизнь, не отказаться от материальной жизни, и от своих материальных долгов, а одухотворить свою материальную жизнь, привнести в нее духовность. И если мы будем помнить, что все мы души, а у души нет национальности, у души нет принадлежности к полу, все мы части одного Бога, единого Бога. И об этом говорят все религии, все традиции духовные, о том, что мы часть Бога, что мы должны служить Ему, это наше предназначение, это наша цель. И осознавая таким образом свою природу, в нашей душе воцаряется гармония. Мы попадаем в гармоничный мир, где в центре Бога, о котором мы говорили, и занимаем свое правильное положение в этом мире. И мы гармонизируемся с этим миром. А так как ты гармонизируешься, то вокруг тебя также происходит гармония. Люди, связанные с тобой кармически, также гармонизируются. Ведь все учителя, все, скажем, святые говорят одно — измени себя, и мир изменится. Мы на протяжении всей истории человечества пытались изменить мир. и что? Мы продолжаем его менять. Войны. История — это история войн. Да? Люди гибнут за металл. Но это бессмысленно, если рассматривать это с точки зрения сватхармы. Когда ты осознаешь себя душой, то ты попадаешь в мир мира. Твое внутреннее состояние, когда ты меняешься, безусловно, сказывается на окружающем мире. И поэтому, меняясь сам, ты меняешь мир. Поэтому нужно начинать не с мира, пытаясь переделать его. Всегда будут кто-то недоволен твоим решением. Если, например, ты решил, что это моё, другой скажет «нет, это моё». И будут всё время споры, если каждый из нас живёт в эгоцентрическом мире. Но когда мы живём в теоцентрическом мире, где в центре Бог, у каждого есть своё место. И это мир гармонии. Поэтому, если меняешься ты, то меняется всё вокруг. И чем больше мы помним свою духовную природу, тем меньше у нас возникает каких-то, скажем, огорчений внутри. Тем более мы спокойны и счастливы. мир. желать миру мир бессмысленно. Нужно желать мир себе. Как только ты будешь в мире, все вокруг тебя будут в мире. Невозможно навязать мир, невозможно навязать, скажем, счастье одинаковое для всех. У всех разное счастье, но истинное счастье у всех внутри. И оно одно — это счастье от соприкосновения с Центром и служения Центру. Замечательно. На этой прекрасной ноте мы окончим. Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях был мастер астрологии, основатель школы джотиш астрологии Индубалы Ирина Поздеева. Спасибо. Спасибо. Спасибо.